Всем приветули, мои тикули! С вами я, Алина, и я хочу вам сегодня обсуждать одну женщину, якобы она врач-педиатр, которая живёт в Тенерифе и говорит всякие дурастики, что меня просто это взбесило. И я такой человек, что я не люблю, когда люди врут, в случае чего-то хотят хайпануть, в случае чего, что они ничего не знают, а они просто делают с такого вот такую херню. Я не люблю, когда обсуждают людей, оскорбляют, называют толстый, некрасивый. Я всегда заступлю за этих людей, потому что я именно прошла через то, что меня, например, унижали. И никогда в жизни не дам, что кто-то возле меня брал или кто-то меня оскорблял. Так, я начну моё видео в том, что вы не подумайте, что я хочу хайпануть, вы извините. Я сейчас нахожусь на работе, я работаю, слава Богу. В этой жизни самое главное иметь здоровье и работать, конечно, и чтобы жить. Что я вам хочу сказать? Вот я, у меня есть одна очень классная зрительница, подписчица, которая мне выслала этой врачихе-педиатре имя, где она там обсуждала. Её там, ну, где я зашла, этот канал, была Татьяна Монтай, Монтай, о Монтай, о Монтай, не знаю, короче. Ну, я зашла туда, посмотрела, послушала, первый взгляд в том было, что вот в Испании нету масок, вот нету там респираторных, короче, этих масок, нету перчаток. Вот я врач, сижу, вот я должна работать, вот я, вот я, вот я, и в это время стучает ей дверь, и она так грубо. Это я купала, ну, как бы, я занята. Я такая думаю, ладно, насчёт масок права, что, ну, дефицит, но извините, пожалуйста, вы не поверьте, что в Испании нет масок и перчаток. Вы что, люди, если вы идёшь, короче, обыкновенный хлеб покупать, перчатки стоят перед входом и антисептик есть, вот. И здесь даже написано, что антисептик только для здоровой кожи, нельзя это пользоваться для повреждённой кожи. Значит, она так грубо ответила. Ей повезло, что меня не было там. Если бы я иду к врачу, и она мне так грубо отвечает, я просто бы открыла дверь и пару ласковых бы сказала, потому что она должна прекращать своё видео и сказать, извините, у меня или прерыв, или я вас буду принимать через 10 минут. Где она выступала под именем Татьяна Мантяй, она там рассказывала, что вот, она должна с больными общаться, вот нету масок, вот она вся в панике, короче, что больные прут, 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 а она без масок, вот она, вот она заразится, что вот это всё брехня. Потому что в Тенерифе на Канарьес, на Канарьес всего лишь 500 с чем-то заболевших. То есть на Канарьес ещё нету такого, как в Мадриде, как в Барселоне. Не поверьте ей. Ещё одно. Она говорит, что вот людей прут, заболевших в поликлинику. Это тоже неправда. Люди, когда мы сидим на карантине, да, и если, не дай бог, какие-то симптомы, мы не имеем права идти в поликлинику, мы должны набрать там один номер специальный, звонишь по этому номеру, рассказываешь о твоих симптомах, и они тебя через это контролируют. То есть они тебе звонят один, три, четыре раза и контролируют, какое у тебя состояние, как ты себя чувствуешь, как температура. Если ухудшается, то они в специальных масках, в специальном униформе, специальная машина приезжает и тебя забирают. Ну, то, что она рассказывала, я так поняла, её имя Фоминина Оксана Викторовна. Я хочу к ней обратиться. Фоминина Оксана Викторовна, пожалуйста. А почему я вас вчера нашла под другим именем канала, простыми словами? Вы уже там по-другому говорите. Вы уже так рекомендуете людей, как они должны себя вести, каких в симптомах, каких что. Там мне очень понравилось, как вы помогаете. Но вы допустили одну ошибку. Вы не врач, вы не биолог, вы не вирусолог. Но вы людям рекомендуете пить ибропрофеном, который категорически противопоказанно пить ибропрофеном. Надо по таких симптомах пить парацетамол, потому что это пока чуть-чуть помогает. Вот. Она под именем простыми словами. Мне понравилось, как она вышла. И она людям помогает, как себя вести, какие симптомы. Но также, пожалуйста, если ты врач-педиатр, это ты говоришь. Но ты не имеешь права рекомендовать шут пить. Ты имеешь право, например, сказать то, что люди должны делать. А именно лекарства нет. Ну ладно, извините, если я вас чем-то обидела. Но вы, когда начали выступать под именем Тетяна Монтяй, мне-то мне понравилось, как вы обсуждали всю Испанию. Дорогая моя, если вам не нравится в Испании работать врачом, едьте в вашу страну. Там вам будут платить хорошо и плюс еще будут на лапу давать. Потому что здесь нельзя на лапу давать. Здесь никто не примет. Извините, конечно, но я люблю за справедливость. Она там обсуждала всю больницу. Она говорила, вот все люди прут, больные, я должна принять. Какие больные, если ты говоришь педиатр. И люди с симптомами не идут в больницу. Если идут в эмерхенцию, их встречают специалисты. В масках, перчатках, в униформе. Я вам рассказываю. У нас в Барселоне. Самый хуже эпицентр это в Мадриде. Там, не хочу рассказывать, вы сами зайдите, посмотрите через интернет, что там творится. Именно вот у меня на работе был случай, когда один мальчик имел эти симптомы. Он не пошел в больницу. Он позвонил по специальному номеру. Его контролировали целую неделю. Но с ним еще живут два человека. Когда я об этом узнала, я сказала мальчику. Вы не имеете права выходить, пока не подтвердится его диагноз. Если вы выходите, то одевайте перчатки и маски. Для чего? Если вы живете с человеком, который есть на подозрении на этот, то вы должны не выходить с дома, пока не подтвердится. А если, не дай бог, врачи через телефон наблюдают, да, через специальную штучку, все. Но если у него не проходит, они специально приезжают и забирают. И те люди, которые с ним живут, не разрешают выходить две недели. Когда я об этом узнала, я не врач, я никто, но я не пустила ни панику, ничего. Я что сделала? Взяла белизню, помыла лифт, везде кнопочки, везде ручечки, всю, короче, лестницу помыла хлоркой, все помыла, закрыла у себя дверь. Я общаюсь с людьми только через дверь. Я не допускаю, чтобы они ко мне зашли, потому что человек не знает, заражен или нет, или я, или этот человек. Мы ничего не знаем. И поэтому, почему одеваются маски? Маски одеваются для того, что если вы в общественном транспорте, оденьте, пожалуйста, маску. Для чего? Потому что вы не знаете, возле тебя стоит человек, заражен или нет, или ты заражен. Это на всякий случай, если чихаешь или кашляешь, чтоб микробы не попадали другим людям. Если вы в общественном месте, оденьте, пожалуйста, перчатки. Когда вы выходите уже с автобуса, и вы знаете, что больше никуда не идете, то обязательно снимайте перчатки, только не трогая палец засовывайте вот это внутрь, и вот так выворачивайте, и, конечно же, снимайте перчатки. Когда приходите домой, обязательно мойте руки хорошо мылом, вот так, вот так, вот хорошо помойте. У меня уже руки сухие от того, что я их часто мою, и, конечно же, пользуюсь вот этим. Но я вам скажу, что если вы забыли одеть маску, или забыли одеть перчатки в общественном транспорте, или в супере, то, пожалуйста, пока вы трогаете деньги, пока вы трогаете все, не трожьте лицо, потому что если вирус у вас на пальцах, не дай бог вы лицо почешете, то у вас идет в глаз, потом в нос, потом в горло. В горле пока 2-3 дня ингубацию делает, потом, не дай бог, спускается уже легкие. Поэтому вы себе дайте отчет, что если вы в супере или общественном транспорте, если вы что-то трогали, обязательно не трогать ничего, идти домой, хорошо руки помыть, даже если вы кран потрогали руками, тоже помыть. И мне понравилось, короче, видео Самвела Адамьяна, когда он взял туалетную бумагу, положил на поднос, туда, короче, спирт, потом пропустил через мясорубку, потом засунул в трусы и сказал, что он себя так защищает. Самвел ты, Самвел, это через мужское достоинство не заходит, дорогой ты мой, этот вирус. Этот вирус передается, если кашляешь, сопли, какая-то капля на ваше лицо попала, и вы затерли, или, не знаю, вы вышли с общественного транспорта, потрогали лицо, все, если этот человек был заражен, этот вирус к вам попадает в глаза, в нос, в горло. Конечно, не дай Бог, люди, цените себя, любите, берегите себя и своих близких. Так что я не говорю, что мы грязные, мы не соблюдаем гигиену, да, но сейчас надо почаще соблюдать, потому что если вы пришли домой, обязательно помойте руки. Я не знаю, как в ваших странах, но у нас в Барселоне, если 30 человек в супе или все супер, не разрешают заходить. Мы стоим в очереди, метр за метр, ждем. Один выходит, другой заходит. Перед входом антисептика и перчатки. Одеваешь, скупляешься, потом перчатки выкодиваешь, выходишь с супера, приходишь домой и моешь тщательно руки. Ну вот, так что я хочу сказать, что я не знаю, где в Фомининой Оксане Викторовне видео, где у нее было Татьяна Монтяй, где она там просто обсырала, показывала панику, что творится, что она чуть ли не знает, что обсырала всю Испанию. А сейчас она просто выходит простыми словами и помогает людям. Молодец, так и держи. Если ты можешь людям дать советы, то давай советы. но не надо обсырать испанских врачей, потому что ты знаешь, не дай Бог, ты попадешься в поле зрения, тебе за это, не дай Бог, может быть штраф. Я тебе говорю, от души не обижайся, если ты можешь людям помогать, помогай. Но, пожалуйста, не надо обсырать, говорить, что нет масок, нет ничего, что ты работаешь с больными людьми. Оксана Викторовна, вы не работаете больными людьми, потому что больные люди не имеют права прийти к вам в поликлинику. И, пожалуйста, скажите мне, пожалуйста, где ваше видео под названием Татьяна Монцай, где вы там просто обсуждаете и врете все? Где? Нельзя быть, вы вбрать, вы должны наоборот, вот вы сейчас себя показываете хорошо, а тогда вы просто такие вещи гнали, что если не дай Бог об этом узнают, вы узнаете, куда пойдете. Так что, если вам не нравится быть в Испании, пожалуйста, идите в свою страну, мне лично нравится. И, пожалуйста, не обижайтесь, строго не судите, я вас всех люблю и всех чмокаю, берегите себя и своих близких. Я вас всех люблю и всем. Субтитры сделал DimaTorzok